Жестокая любовь Что вам нужно? Будешь знать, как трогать чужих жен Уходим Уходим Твоя мать права Любовь на дороге не валяется Если я поеду с Диего в Испанию То последние три года моей жизни окажутся прожитыми бесцельно Почему? Из-за нашей компании? Эулаля встанет у ее руководства Но ведь это не то, что мы с тобой всегда планировали Ну и что? Зато ты будешь счастлива А это сейчас самое важное Я не могу уехать без сына Неужели ты хочешь позволить этому наглому негоднику Управлять твоей жизнью? Я схожу с ума Я постоянно думаю о тебе Послушай Мы уже говорили с тобой об этом Я тебе нравлюсь, но Ты не любишь меня, да? Нет, нет Я Я этого не сказала Просто я намного старше тебя А тебе нужно завести с кем-то семью, детей Поверь, для меня это не важно Я хочу быть только с тобой Ты в конце концов пожалеешь об этом Через несколько лет я состарюсь Мне не важно, что будет потом Ты очень красива Ты единственная женщина, которую я любил всю свою жизнь Я начинаю думать, что сошла с ума И Карлос всего лишь моя выдумка Это все кем-то спланировано Не беспокойся Мы найдем Карлоса Что если его убили? Фернандо способен на это Он ненавидел Карлоса За три года что угодно могло случиться, Марта Возможно, он просто уехал Я очень на это надеюсь Ты ведь веришь мне, правда? Я никогда раньше не видела эту женщину, клянусь Я знаю, знаю Все это похоже на страшный сон Настоящий кошмар Да, я знаю, вчера ты был у меня дома Да, я был у тебя дома Знаешь, чем там пахнет? Там пахнет тобой Твой запах ни с чем не спутать Ты пахнешь по-женски Знаешь, мой папа с удовольствием узнал бы о твоих намерениях в отношении меня Надеюсь, маленькая девочка не станет ябедничать То, что я чувствую к тебе, никак с этим не связано Моника Я буду говорить с тобой как мужчина Я знаю, ты что-то чувствуешь ко мне Мечтай, милый Я мечтаю об этом Знаешь, в чем разница между мной и молнией? В том, что он дал тебе лишь искры А со мной ты испытаешь настоящий огонь Это же молния Валдес Не двигайся, не двигайся Алло, сеньорита Срочно пришлите скорую в Лос-Милагрос Здесь раненый человек Да, Лос-Милагрос Если я уеду с Диего То предам тебя Мы с тобой думали, что Диего тебя обманывает Но если это не так Тогда Тогда тебе не о чем переживать Но мы знаем с тобой, что Саботер и Фернандо Должны понести наказание Они понесут его, Лусия Единственная разница Их накажешь не ты Ты должна быть счастлива Послушай Поговори с Диего Нас с тобой обуяла ненависть И желание мести Это было единственной движущей силой в нашей жизни Но теперь все иначе Поговори с ним Если он захочет остаться здесь И помочь тебе с компанией То хорошо Это прекрасно А если Диего захочет уехать в Испанию Поезжай с ним Забудь о Саботере, о Лейра Обо всем Просто поезжай Послушайся моего совета Отнесись к этому Как к последней просьбе Умирающего человека Который любит тебя Как родную дочь Эулалио Здесь Неподходящее место для этого Мы похожи на подростков Которые без ума друг от друга Когда мы сможем побыть Наедине Я не знаю Нужно будет договориться Но сейчас тебе лучше уйти Пожалуйста Я скоро позвоню Я буду ждать тебя С нетерпением И я Иди Иди скорее Пусть Адриан не нравится папе Я не перестану встречаться с ним Как бы там ни было Не понимаю Почему ты так ведешь себя Вчера он был не очень обходительен с Адрианом Но и не злился на него Он думает, что Адриан Копия своего отца Но уж нет Когда папа начнет работать вместе с Адрианом Он изменит свое мнение Я надеюсь Адриан начинает работать с понедельника Сегодня он не смог Потому что Альберто стало плохо Это муж его мамы Я? Я отвечу Алло? Как дела, мама? Сомневаюсь, что смогу подтянуться Адриан, еще как сможешь Даже если придется готовиться все выходные Ты станешь отличником в колледже Думаешь, что я смогу наверстать несколько недель всего за пару дней? Придется постараться Это точно Ладно Слушай, Хилл Я очень тебе благодарен Правда? Я знаю, что не заслуживаю этого Конечно, не заслуживаешь Но видишь нимб у меня над головой? Это потому, что я святой Вперед Ты справишься Ты не обязан жить вместе с мамой, если не хочешь Можешь переехать ко мне, когда я получу квартиру Нет, я не думаю, что мы должны бросать ее Но она же сама этого хотела Маме нужна помощь Она не хочет признать, что ей нужна помощь Мы здесь бессильны Нельзя оставлять ее одну Я знаю, эта ситуация не сахар И ты сыт по горло Но ты несешь за маму ответственность Я знаю, проще всего закрыть на проблему глаза Но это неправильно, папа Лорена Я тебя разбудила Прости, Луиса, я не хотела шуметь, честно Да нет, я сама проснулась Ну, конечно Но все равно Так хочется спать Понимаю Вчера ты вернулась домой очень поздно, Луиса Да Недосып меня просто убивает Я только что приготовила кофе Хочешь? Луиса, что это? Теперь понимаешь Алберто тоже со мной согласен Мама, я совсем запуталась Слушайся своего сердца И ни о чем не беспокойся Если бы все было так просто Мамочка, я люблю Диего Всем своим сердцем Луисия Перестань противиться Останься с ним И будь счастлива Да Я так и поступлю Скажу Диего О своих чувствах Сегодня же Автор оригинальной идеи Эрик Вон Автор сценария Басилио Алуарес В главных ролях Маурисио Ислас Майкл Браун Паула Рей Ванесса Вильева И Хорхе Као В роли Нестера Саботера В фильме также снимались Лулли Босса Сальвадор Дель Салар Сильвия Де Диас Леонор Аранго Рауль Гутильерс Шармель Алтамирану Дидьеван Денхове Кармен Вилья Лобус Диана Нейра Рамон Кабрер Рикардо Абарка Габриэла Монрой Операторы Маурисио Кадавит Роберто Кортес Композитор Мигель Денарвайес Режиссеры Родольфо Ойос Андрес Бирман Жестокая любовь Если Диего еще хочет, чтобы я поехала с ним в Испанию, то я поеду Прекрасно И видишь, все намного проще, чем тебе казалось Да, мама Но я так не хочу оставлять сына И компанию тоже, тем более сейчас Когда Алберто болен Не знаю, я попробую поговорить с Диего Возможно, он что-нибудь придумает Луси, дочка Сейчас тебе не нужно говорить с ним об этих вещах Тебе надо уехать как можно скорее Чтобы твои недруги не успели причинить тебе боль Верно Мне осталось только узнать Хочет ли он еще этого Умоляю, Лусия Думаешь, он скажет нет? Алло Нет, это не Диего Он лежит рядом, он сильно ранен Я вызвал скорую, врачи уже едут Фернандо, пойми Нам с тобой бессмысленно строить какие-либо отношения А кто говорил об отношениях, Моника? Я хочу, чтобы ты почувствовала Страсть За кого ты меня держишь? Что я за женщина, по-твоему? Такая же, как те, которых ты использовал? Нет, дорогой Я совсем не такая Этого не случится Хоть я и должна признаться, что Сейчас ты отнюдь не так отвратителен мне И не так мерзок Но есть одна большая проблема, которая не дает мне покоя Какая? Ты сумасшедший Сумасшедший, вроде меня, готова на все ради любви Страх Страх тесно связан С любовью Но не для меня, Фернандо Если ты думаешь, что я позволю тебе поступить со мной так, как с этой кухаркой То ты ошибаешься Ты не сможешь использовать меня для того, чтобы Манипулировать моим отцом Никаких проблем Поезжайте, поговорите с мамой А я побуду здесь Мы дали обещание Марте, что не оставим тебя одну Но что со мной случится? Наталья, ничего страшного, если ты пойдешь с нами Ты поможешь нам избавиться от мамы еще быстрее Вам нужно обсудить с ней что-то очень важное, наедине А я пока посмотрю телевизор Нет Лучше позвонить ей и все отменить Нет, нет Я буду чувствовать себя неудобно Встретьтесь с мамой, а я побуду здесь Если позвонят в дверь, я не открою Адриан, послушай Мне не нравятся твои планы касательно Андреа Оставь ее в покое Послушай, Хил Вы с Чавой слишком серьезно относитесь к моим словам Андреа мне очень нравится, я люблю ее И если случится то, о чем мы оба знаем Что ж, замечательно К тому же это естественно для людей Это естественно для людей, которые друг друга любят Хил, хватит меня дурачить Что, разве сам ты не хочешь близости с Лореной? Если бы у нас с Лореной возникли близкие отношения Это было бы чудесно Вот видишь, а еще осуждаешь меня Слушай, ты же не станешь отрицать, что Андреа С каждым днем становится только лучше Пойду куплю чего-нибудь перекусить А ты пока читай вот это Хил Захвати чего-нибудь попить Что бы ты ни говорил, ты не заставишь меня почувствовать вину Я не виноват, что Флора так изменилась Папа, нельзя оставаться безучастным Маме нужна помощь Если не ты, то кто ей поможет? Ты даже не хочешь оплачивать ее расходы Я устал, Чава Мне уже тошно от такой жизни Ты хочешь, чтобы я остался с ней из жалости? Хочешь, чтобы я смирился с этим свинарником? Послушай, отец, я только прошу тебя помочь ей Она сейчас в очень тяжелой ситуации Беспорядок в доме – это отражение ее внутреннего состояния Не нужно быть психологом, чтобы понять это Она моя мать и твоя жена Мы не можем просто бросить ее Ты считаешь меня плохой, верно? Нет, почему? Луиса, просто было несколько неожиданно Увидеть в твоей сумочке такое нижнее белье Вчера ночью я надевала его, а дома сняла И что ты делала вчера ночью? Лоре То, что я всегда тебе говорила, неправда О чем ты, Луиса? Родители не содержат меня Квартиру и учебу я оплачиваю Работая по вызову Да Это именно то, о чем ты думаешь Я проститутка Что с ним? Травмы шеи и спины, повреждения мягких тканей Что случилось с Диего? Кто это сделал? Какие-то парни меня поколотили Кто они? Не знаю, Хулио Что они с тобой сделали? Моника Я не верю сказке про то, что тебе важен Алберто Луисия Он мой дядя Когда я была совсем маленькой, мы были очень близки Представляю себе Поверь мне, прошу тебя Не думаю, что мой муж Алберто хочет тебя видеть Но все равно спасибо, что навестила его Луисия Думаешь, стоит и дальше воевать друг с другом? То есть? Злиться друг на друга, осыпать оскорблениями В конце концов, мы же сестры Нам придется друг с другом встречаться Будет лучше, если мы попробуем наладить отношения Ты так не думаешь? Здравствуй, Мерседес Я узнал о том, что произошло и пришел предложить свою помощь Ты, как всегда, очень добр Конечно Хоть Луисия не признает этого Я все еще ее муж И я всегда готов протянуть вам руку помощи Ты случайно не знаешь, где можно купить пистолет, Фернандо? Знаю А что? Чтобы дать его тебе и попросить застрелиться Не окажешь такую услугу? Разумеется, Мерседес Но сначала я бы пристрелил твою дочь А потом тебя С твоего позволения Флора Я пришел не ругаться Я ценю твое беспокойство, Эрнанд Но, как я уже сказала Перед твоим уходом Все, что мне от тебя нужно И что ты можешь мне дать Это деньги Сегодня у нас с Чавой был разговор Мы думаем, тебе необходим психолог Тебе нельзя так жить дальше Правда, мама? Ну, конечно Вы на все пойдете, чтобы отправить меня в психушку Я найду хорошего специалиста Сходи к нему на прием Что ты потеряешь? Своё время Лучше я посижу дома и посмотрю телевизор Чем буду выслушивать, непонятно кого Что он мне скажет? Вы подавлены тем, что вы состарились И муж больше вас не любит Вы презираете себя за то, что вы, домохозяйка, ничего не смогли добиться в жизни Вы посвятили годы своей жизни мужу И в итоге он бросил вас одну Я и так это прекрасно знаю Ты и я Никогда не наладим отношения Что бы ты ни говорила Я не верю в твои добрые намерения Это все из-за Диего? Да Потому что ты разрушила наши отношения Ты постоянно вмешивалась Ты манипулировала им, чтобы он на тебе женился Что? Только не говори мне, что это он сказал тебе Женщине не под силу заставить мужчину жениться Могу сказать только одно Все мужчины одинаковы И Диего не исключение Мне все равно Я буду с ним Даже если тебе это не нравится Если ты не станешь держать на меня зло за это Я подумаю над твоим предложением Чтобы стать друзьями Папа? Как Альберто? Папа! Успокойся Успокойся Видишь? Я тоже Могу быть такой же лицемерной, как ты Сейчас не время для разного вздора Я пришел, потому что беспокоюсь о самочувствии Альберто Ну, конечно Пришел узнать, не умер ли он, чтобы устроить себе праздник Знаешь что, Лусия Можешь мне не верить Но я переживаю за него Я даже не сомневаюсь Но не беспокойся Ведь еще есть я И я не одна Вместе с преданными мне людьми Мы тебя уничтожим Не забывай об этом Чертова стерва Что ты тут делаешь? Учу уроки А где мой сын? Хилберто пошел в магазин Мне не нравится, что старые друзья Хилберто снова с ним Почему? Хочешь, чтобы я был только твоим? Ты переходишь к границе Мирея Прости, но я не могу перестать мечтать о тебе Вчера ночью мне снилось, как я целую тебя всю С головы до ног Это мой самый чудесный сон Лоре Я не могла смириться с жизнью в провинции Я хотела учиться и кем-то стать в жизни Мои родители едва могут прокормить себя самих И я рискнула Я приехала сюда, чтобы начать новую жизнь Но это было нелегко Луиса Почему ты не выбрала себе другую работу? Сколько ты зарабатываешь? Думаешь, ты сможешь позволить себе такую квартиру и еще платить за учебу? Нет, но я... Послушай, Лорена Я окончу колледж с красным дипломом и похвальным листом Во что бы то ни стало Зато за ночь я зарабатываю больше, чем ты за месяц Луиса Я не пошла бы на это ни за какие деньги А я пошла Давай посмотрим, как ты можешь работать ногами Скажи, когда станет больно Больно? Тебе сделают рентген, чтобы выявить степень повреждения А пока отдыхай Договорились? Хорошо Да, хорошо Поверь, сейчас мне совсем не хочется ругаться У меня голова раскалывается Это из-за похмелья Только не нужно браться за старое Мне это надоело Прости, но это мне надоело иметь дело с вечно пьяным ничтожеством Которое только и делает, что просаживает на выпивку заработанные мной деньги Я знаю, что ты помогала мне Но тебе обязательно расстравлять мне раны Мне все равно, что ты думаешь Я хочу, чтобы ты покинул мой дом Мое терпение лопнуло Не возвращайся, пока не найдешь работу И не бросишь, наконец, пить Хулио Не ожидала тебя здесь встретить Это из-за твоего мужа? Да, вчера ему стало плохо И мы привезли его сюда Нет, я говорю о том, что сделали с Диего Это твой муж велел избить его? Что? Его сильно избили Теперь ты счастлива? Нет, Мирая, прости Я не хочу, чтобы ты злилась Я бы никогда не оскорбил тебя Наоборот Я очень искренен с тобой Ты ведешь себя грубо и бесстыдно Нет Я только хочу доказать Что могу сделать тебя очень счастливой Ты понимаешь, что говоришь? Я гожусь тебе в матери Ты должен проявлять ко мне уважение В конце концов Вот что я скажу Я знаю, что немного нравлюсь тебе Нет Нет? Нет Не будь такой суровой Позволь поцеловать тебя Не смей Негодник В понедельник я попробую найти себе квартиру Надеюсь, мне это удастся Я устала жить в отеле Ты что, хочешь остаться? Думаю, что да Мы рады это слышать, мама Я говорила вам, что хочу проводить с вами больше времени А как же твой магазин одежды? Мне нужно найти для него новое место Дело будет не в проворот И вы обе могли бы помочь мне в работе Я знаю, что твоя профессия никак не связана с этим, Бетти А вот твоя, Андрея, связана Мне нужны талантливые помощники И ты прекрасно подойдешь Мама Я едва начала учиться Сомневаюсь, что смогу чем-то помочь тебе Хулио, послушай, я не понимаю, о чем ты говоришь В чем дело? Зато понимает твой муж Альберто никогда бы этого не сделал Он угрожал Диего Когда тот приходил к тебе домой недавно Могу тебя уверить Это был не Альберто Надеюсь, ты не разрушишь его жизнь заново Ему было нелегко снова выйти на поле Зачем ты вообще вернулась? Хулио Мне очень грустно, что ты так обо мне думаешь Я бы никогда в жизни не причинила Диего боль Никогда Сначала ты разбиваешь ему сердце, а теперь побои Его всего искалечили Что это за чудовище? Как вообще такое возможно? Это была не я Ты что, не понимаешь? Возможно, это Саботер Решил отомстить Диего за то, что тот бросил Монику Конечно, теперь ты будешь винить других Это значит, они оставили тебя одну? Они ушли ненадолго, пригласив меня с собой Но я не захотела пойти Со мной все в порядке, не волнуйся Если что, тут же звони мне Мама Ты поговорила с Карлосом? Нет Мы не нашли его Я приеду и все тебе расскажу Здравствуй, Диего Хулио все мне рассказал Передай мужу, что его парни отлично справились с работой Ты думаешь, их подослали мы с Альберто? Надо было сказать наемникам своего мужа, что мы уже не встречаемся Тогда бы они не тратили свое время и не ломали мне ноги Диего, прошу тебя Не трогай меня, Лусия Столько лет боготворить тебя Чтобы понять, кто ты на самом деле Ты просто дрянь Могу я узнать, что ты тут делаешь? Не ты ли мне сказал, что я должна поладить с сестрой? Это я и пытаюсь сделать, поэтому и пришла Надеюсь, она не поцеловала тебя так же, как меня? Нет Мне, в отличие от тебя, поцелуй Иуды не достался Напротив, она была со мной искренней Общалась как с проходимкой Моника, ты что-нибудь узнала о состоянии Альберто? Да Он плох, но пока жив Ты был прав, папа Ему недолго осталось И тот, кто получит все и займет его место, это Лусия Знаешь, папа, а Лусия страшненькая, ведь правда? Ей не повезло, она унаследовала внешность от тебя Альберто? Да Альберто? Альберто? Спасибо, что поговорил с Лусией, Альберто Значит, она вернется к Диего Да Благодаря тебе она обретет счастье Я рад за нее Альберто Я хотела спросить тебя Когда Лусия уедет, ты позволишь мне остаться с тобой? Мерседес, что ты Если уедешь еще и ты, я точно умру Одно дело помогать тебе, а другое остаться здесь и жить с тобой Видишь, Чава, вот как он рассуждает Ему лучше уйти из дома, чтобы удобнее было ухлестывать за другими женщинами Успокойся, мама, пожалуйста Время покажет, что я была права Флора Как ни пытаюсь, я не могу тебя понять Что с тобой произошло? Думаешь, ей одна изменилась? Почему бы тебе не взять и не посмотреться в зеркало? Думаешь, в этой квартире так легко жить? Это не дома-свинарник, я уже тысячу раз повторял это Почему бы тебе поскорее не собрать свои вещи и не уйти, наконец, отсюда? Я только время теряю, объясняя тебе то, чего ты никогда не поймешь Синьорита Моника и сеньор Саботер сейчас в больнице Похоже, Дону Алберту вчера стало плохо Правда? Как будто их это волнует Они хотят только его смерти Возможно, у них есть на то причины Но я не понимаю Почему Дон Алберту так настроен уничтожить сеньора Саботера? Если его сестра решила передать деньги своему мужу, сеньору Саботеру В этом нет ничего странного Разумеется Фанни, мы ведь с тобой прекрасно знаем, что мой дядя не способен на воровство Мне не хочется обсуждать сеньора Саботера Это прошлое, о котором я теперь сожалею Мама, нет ничего плохого в том, что у тебя завелся бойфренд Но ты выбрала самого худшего Правда, мама, он очень плохой человек Нет только хороших и только плохих людей А вот Марта, с которой встречается папа Очень милая женщина Она такая особенная И ее дочь Нати Нам Как родная сестра Правда, Бетти? Да, Андреа Почему ты так невежлива со мной? Если вы не изменитесь, так дальше не пойдет Я совершала ошибки И сожалею о них Но идеальных родителей не бывает У всех есть недостатки Я пытаюсь изо всех сил У кого-то достоинств больше, чем недостатков А у кого-то наоборот Надеюсь, потом ты не пожалеешь об этом Сомневаюсь Вот Это все, что я могу предложить тебе Пока ты не найдешь работу Это что, выходное пособие? Скажи честно Ты просто пытаешься избавиться от меня? Я не ожидала от тебя благодарности После всего, что я отдала тебе Ты мне даже спасибо не скажешь Вижу, Лорене удалось настроить тебя против меня Я не говорила, что поверила ей Но если я узнаю, что она сказала мне правду Я прикончу тебя Надеюсь, ты найдешь себе кого-нибудь получше Меня Хотя, в твоем возрасте это уже не так-то просто Сообщи мне, как тебя найти С тобой свяжется мой адвокат Я хочу развода У тебя есть мой мобильный Звони ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверена, что те полицейские уже не работают Даже если мы не найдем улик против него Он должен прекратить тебя донимать Он не оставит меня в покое, пока жив Если придется, я убью его Но тебя он больше не тронет Роберто Даже не шути об этом, прошу тебя А что? Ты хочешь бояться всю оставшуюся жизнь? Давай вернемся в дом, где я жила Для чего? Не знаю Не знаю, чтобы поговорить с нынешними жильцами Не могли же они подкупить всех людей, которые могли что-то знать Не верю я в это Сделай одолжение, оставь меня Я понимаю, ты злишься То, что случилось, ужасно, Диего Но ты должен не верить Моника предупреждала меня, но я ей не верил Я уверена, это ее рук дело Легко винить других Тебя задело, что Моника помогла мне добиться успеха И ты решила разрушить мою карьеру Верно? Это неправда, и знаешь почему? Потому что я люблю тебя всем сердцем, Диего Я тебя не осуждаю, Луиса Пойми меня правильно Просто я не понимаю, как ты можешь получать удовольствие от такой жизни Чем она тебе нравится? Я не говорила, что она мне нравится Но ты выбрала самый легкий путь Да, но иначе я бы никогда не добилась того, чего хотела Это неправда Ты замечательная девушка Ты разочаровалась во мне, да? Нет Не говори так, Луиса Ты моя лучшая подруга Лучшая из всех, что у меня есть Ты моя поддержка Мой друг, которого я люблю Лоре Пожалуйста, умоляю тебя Ничего не говори остальным Они никогда меня не поймут Они отвергнут меня Не беспокойся, Луиса Не могу поверить Какое горе Представь, каково сейчас мне Пожалуйста, скажи, что он поправится Ему сейчас делают рентген Кажется, все очень серьезно Как много жестоких людей В этом мире Я думаю, точно так же Где он? В отделении экстренной помощи Я иду к нему Вы с Моникой словно стервятники В ожидающей падаль Мы только беспокоимся о здоровье родственника Ничего более Я уже сказала тебе о его самочувствии Почему ты не уходишь? Потому что я хотел Немного побеседовать с тобой Мне казалось, мы уже сказали друг другу все, что должны были Ты сильно ошибаешься Нам с тобой еще многое нужно обсудить Так когда я снова смогу пригласить тебя Пообедать со мной? Никогда Уходи Мерседес Прошу тебя Дай мне еще один шанс Дай мне еще один шанс Дай мне еще один шанс Диего Диего, я знаю, ты сейчас злишься Давай поговорим, когда тебе станет лучше Нам не о чем разговаривать, Луси Диего, пожалуйста Я тебя умоляю Прощай Диего Что ты здесь делаешь, проклятая ведьма? Как ты смеешь сюда приходить после всего, что сделала с ним? Знаешь что? Я никогда не прощу тебя за это Клянусь, ты пожалеешь Здравствуй Знаешь Я делаю это не ради Саботера А потому что ты украл мою жену Мою женщину Фильм озвучен студией И несколько заказокомпаний Централ Партнерш Продолжение следует...